Всем привет! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своём канале Зелёная Жизнь. Вот так необычно хочу начать сегодняшнее видео. И хочу передать привет прекрасному блогеру Ларисе. Любимый досуг у неё канал, где она показывает свои картины. И мы с ней в комментариях разговаривали, и я обмолвилась о том, что тоже рисовала. Рисовала я по номерам, и знаете, ну, это единственная картина, которая у меня осталась. Она висит у меня как раз на кухне, и она у меня, знаете, как бы, ну, немножко гармонирует, да, со всем интерьером. Я помню, тогда её нашла, купила, и, знаете, рисовала я её очень быстро. А все остальные свои работы, которые у меня были, кому-то подарила. Ну, знаете, вот как-то разошлись, не знаю, легко и просто. Ну, было время, когда я прям увлекалась этим делом, да, и мне это очень нравилось. Прям вот вечерами садишься и прям успокаиваешься. Так что, вот, Ларис, я тебе обещала показать, и, как бы, своё обещание я исполнила. Вот такая вот у меня есть картина. Ну, пойдёмте, хочу вам сегодня показать кое-что, что у меня там какие изменения. Купила я там одни горшочки интересные. Хочу вам показать, как я их тут установила, и как это смотрится. Вот, итак, мои хорошие, сейчас хотела показать вам своё окошечко. Окошечко это у меня на кухне. Дальше за окном у меня идёт балкон. Это северная сторона. Поэтому, конечно, что-то у меня освещение. Ну, у меня, в принципе, везде освещение. Там даже, где южная сторона, у меня тоже освещение включено. Так что, как-то так. Внизу у меня стоят мои огланемы. Здесь они не все. Кстати, супер-вайт стоит у меня, и красная тоже стоит у меня в зале. Кстати, супер-вайт вчера пересадила. Без вас. Да, вот такая я. Вот такая я. Вот так. Ой, моя ты красавица. Я же тебя, наверное, не подписала. Но это Арктик. Арктик Лайм. Ну, я когда при распаковке подписывала, я ещё, если честно, те, которые растения прям новые-новые, вот, я их сразу не успеваю запоминать, а новых растений почти каждый день. Поэтому, если где-то не называю название, ради бога, извините, если нужно, подпишу. То есть, спрашивайте, напишите, значит, какую-нибудь минуточку там, секундочкой, да, я зайду, посмотрю, и обязательно отвечу вам в комментариях, где какая у меня растюшка, под каким названием. Вот, все остальные на заднем плане у меня, это все те, которые были, просто здесь я изначально хотела сделать вот такую вот, да, аглоанемную полочку, скажем так. Но с учётом того, что, вот я вчера записывала видео и говорила по поводу того, что у меня с конца зимы три аглоанемы маленькая, ну, как бы, я их жду, я их жду. И до 31 мая их должны, по идее, как бы мне отправить. И, представляете, вчера вот записала видео, и мне пришёл счёт на оплату почтовых. То есть, присвоен уже трек-номер, так что я думаю, что на следующей неделе, в течение недели они 100% ко мне придут. Три аглоанемы, которые ставим, мы с вами вместе с вами будем их, конечно же, адаптировать, приводить их в порядок. Я имею в виду, они, конечно, не будут, ну, вообще, к нашим условиям, ну, никак, от слова совсем. И у меня опыта в адаптации никак, от слова совсем. Так что мы будем вместе с вами учиться, я буду вам всё показывать, как, что я делаю. Так, в основном, так, посмотрите, здесь у меня вот такая вот композиция, да, вот такая. Вот здесь у меня стоят орхидейки, здесь стоят у меня мои фикусёныши раз-два. Но самое главное, самое главное, что я хотела вам показать, сейчас я подпрыгну маленько, маленько подпрыгну. Обратите внимание, обратите внимание, вот тут у меня за моими орхидейками, посмотрите, какая прелесть. И такие же здесь у меня, вот с этой стороны. Ха-ха-ха, я, если честно, первый раз увидела вот такие вот, вот такие вот кашпо. Я увидела у Светланы, цветочный уголок у Светланы, вот у неё на стеллаже такие, они есть разного, разной расцветки. Но я выбрала именно вот такой вот пудровый, он слегка как коричневая, маленько там, знаете, вот такой вот, можно синий, можно серый, можно голый, какой хотите. Вот именно в такие вот кашпо прекрасно встают мои стаканчики, мои контейнеры на 350 миллилитров. К сожалению, такие контейнеры на 350 миллилитров я найти больше не могу, к сожалению, не могу. Покупала я их не через интернет, покупала я их здесь, у нас, в пробеле, в магазине Золушка. В этом магазине, в котором у нас абсолютно всё можно купить для дома. Вот у них там хозяйственный магазин, то есть там продуктов нет, понимаете, да? Заходишь туда, и вот там есть отдел. Просто, знаете, я уверена, что в ваших регионах, где вы живёте, 100% есть такой наподобие магазин, да? Вот, просто заходите, я лично нашла вот такие вот контейнеры. Они были в отделе для отдыха, для пикника, понимаете, да? Вот такие вот хорошенькие. А вообще в них ещё хорошо, хорошо, кстати, хорошо смотрятся контейнеры для сметаны, по-моему, на 500 миллилитров тоже. Они чуть-чуть от бортика, чуть-чуть их видно, но не критично, не критично. Вот таким вот образом. И здесь я расположила все свои новые хойки, которые у меня пришли. Мы с вами их вместе, кстати, пересаживали. Вот, там у меня ещё, смотрите, даже свободные есть, да, свободные. И точно так же я хочу, здесь моя вот мультифлора, посмотрите, вот какие два новых листа уже выпустила. Это у меня приходила хойка от Маши, цветонутая я. И вот посмотрите, у них, вот у этих вот кашпо, то есть вот таким вот образом, вот видите, вот так вот, вот так она крепится. И сама по себе она, в принципе, хорошо, конечно, отгибается хорошо, но я-то, у меня ещё идея, задумка была сделать точно такие же, ну, вот точно так же по всему своему стеллажу, где у меня стоят адениумы. Но на бортик стеллажа они заходят, но они плохо держатся. Поэтому там на бортиках нужно будет что-нибудь потоньше сделать, но без мужа я точно не смогу это сделать, нужно что-то найти, придумать. Я уверена, когда он приедет домой, я его попрошу, мы с ним что-нибудь придумаем, я потом обязательно покажу. Вот, вот такие вот прекрасные, они тут, по-моему, по три, по три штучки в наборе. Ссылочку обязательно оставлю, покупала я их на ВБшке, чтобы вы там долго не искали. Вот как-то так, здесь у меня, видите, вот бабочки, вот видите, на бабочке уже налепляются. Ну, извините, мало того, что лето, плюс ко всему у меня сейчас влагоёмкие грунта. Так что без вот этих вот козебошечек ничего тут не принадлежат. Ну, они, как говорится, это не вредители сами по себе. Вот, поэтому я думаю, что всё будет хорошо. Ребят, очень-очень-очень понравилось. Вот, так, с той стороны у меня балкон. Кстати, смотрите, я свои деревья поставила сейчас на балкон. На балкон, ну там, пойдёмте на балкон, я сейчас покажу. Пойдёмте, покажу, как там у меня они себя чувствуют. Так, ребята, а вот это выглядит вот так у меня с балконом. Конечно, внизу полный хаос у меня, понимаете, да? Тут у меня грунты, тут у меня всякие разные составляющие. С той стороны у меня всё в горшочках, в кашпу. Ну, сильно показывать не буду, ребят, сами понимаете. Ну, как бы такой, знаете, обычный такой процесс. Я думаю, у нас у всех это есть. Коллизия, помните, мы с вами её вот в этот горшочек ставили? Зимой что-то там, ну, корень, я вместе с хлорофитом её всё закинула. Смотрите, какая она у меня пушистенькая уже, такая хорошенькая. Пускай вот лето она повисит. Потом я её опять начикаю, посажу в новый горшочек. А это всё дело, как говорится, ну, как бы так. Омоложу, омоложу. Сейчас лето повисит, потом омоложу, конечно же. Итак, вот так я их поставила на балконе. Я говорила, да, что это северная сторона, но получается со того окошка. Здесь постоянно ещё плюс работают лампы. Вот, он, конечно, у меня посыпался довольно-таки так. Так, это у нас, это у нас Пахира Акватика Бау Баб от 18.05. Ну, то есть, совсем недавно они у меня приходили. Вот, как видите, здесь у меня камушки все светленькие. Она сухая, но она сухая только сверху. Внутри там ещё сыроватенько, потому что она довольно-таки тяжёлая у меня. Вот, выходит так вот новый листик у нас. Вон у нас новый листик. Ну, то есть, я за ней ещё наблюдаю. Конечно, приходит в себя растение, приходит в себя вот такое вот у меня оно весёленькое. Так как, видите, сам по себе подоконник железный. То есть, естественно, здесь прохладненько от него подняли. Вот такую подложечку подстелила, чтобы было им тепло. Зачем им всё это делают? Понятно, что на улице плюс 23. Здесь всегда комфортная температура. Очень комфортная, скажу я вам. Так как здесь прохладненько, сюда рано утром приходит солнышко. Рано утром приходит солнышко, и здесь с утра хорошо. А днём, когда палящее солнце, здесь у нас всегда такая тень. И на балконе всегда очень комфортно и замечательно. И здесь второе растение. Вот это у нас получается полисцез фабия. Тоже от 18-го на 5-го. То же самое. То есть, я за то время, сколько они у меня находятся, то есть, я после того, как их пересадила, я их полила. И после этого особо я их, короче, не трогаю. Просто перенесла сюда, поставила, пускай тут стоят. Тоже листочки как бы приходят в семя. Вот у нас новые росточки пошли. Я думаю, что на следующей недельке можно будет, конечно же, полить. Вот так как всё-таки лето и... Ну, и ещё раз повторюсь, да, что здесь комфортная температура. Здесь у нас не жарит ничего. Всё замечательно. Вот так вот. Вот так они себя чувствуют. Всё с ними. Знаете, это привычка вот к аудексу, как у адениумов, да, потрогать тут то же самое. Прямо какая-то привычка. Хотя тут можно ничего не трогать, он тебе ничего об этом не скажет. Нужно смотреть по листьям. Ну, и давайте посмотрим, что у меня там в тепличках моих новинках, как они себя там чувствуют, что там у меня приходило не так давно. Ну, и посадки я же некоторые не показывала вам. Вот, посмотрите, конкретно, да, вот это вот Агланема. То есть поставила я её вот в такое двухлитровое кашпо. Но там корневая хорошая. Но сама посевите, она, двушка для неё всё равно была маленько большевата. Поэтому я сделала ей дренаж, это во-первых. А во-вторых, то есть я не до конца. Видите, сколько здесь ещё свободного места. Вот. Потом просто, если что, можно будет досыпать. Ну, в дальнейшем, я так думаю, так как у неё столик довольно-таки неплохо вытянулся, пускай она адаптируется, я просто её вот так вот чекну, укореню. Потом подсажу сюда, сделаю маленько другую подсадку. Вот, и... А там она уже будет давать деток. Смотрите, у нас идёт новый листик. Я надеюсь, что всё будет хорошо с этим всем делом. Так, смотрите, это мой Аркашенька. Я обрезала. Он сам по себе-то, в принципе, пушненький такой-то малыш, да. Но у нас ещё идёт вон там деточки. Так что сама по себе. Вот такая вот Агланема Сильвер Бэй, она хорошо вообще у нас и даёт деткуиться, и хорошо, красиво выглядит. Так, здесь у нас вроде бы ничего нового-то не расцветало, поэтому пойдёмте вот сюда. Мы с вами, кстати, пересаживали здесь. Тоже здесь мой... Помните, пиноккио отделяли? Всё с ним хорошо. У нас идёт... Тут вот новый листик, его видно даже. Видно? Нет, вам не видно. А мне видно. А мне видно, всё нормально. Так, моя арбифолия новый листик выпускает. Новый листик, да. Так, что теперь у нас ещё тут так? Так-так-так-так-так-так. Это всё неактуально, неактуально. Здесь, здесь у меня стоят ещё пегонии, которые приходили у меня от Людмилы, из канала Уазис Миссис Смит. Я ничего с ними ещё пока не делала, хотя у меня есть уже грунт. Всё хорошо, но у меня нет тех самых стаканчиков. Тут их четыре штучки. Я как раз заказала интересные такие прям, знаете, кашпо. Они на подставочках. В общем, я вам покажу потом, как только придут, обязательно покажу. Вот, поэтому они стоят, ждут. Но тепличку я им уже не закрываю. Я им, ну, знаете, дня три, наверное, подержала в тепличке. Всё, больше не закрываю. И какую-то из них я уже две порезала. Порезала там, кое-что поставила в ваичку на укоренение. Ещё и таким образом хочу с ними поэкспериментировать. Ну, то есть, Людочка мне прислала, чтобы я тут наконец-то научилась, уже с ними подружилась в конце-то концов. Она сказала, давай, жги, если что, пришлём ещё. Не переживай и, главное, не бойся. То есть, она меня в этом деле поддержала. Смотрите, у меня приходил фикус заболистный. Он очень любит, то есть, повышенную влажность. Это то самое растение, которое нужно желательно, желательно лежать во всяких там флорариумах. Флорариума у меня пока нет. Но вы же понимаете, что я об этом думаю. Вот таким вот образом я его пересадила. Это закрытая система, вот такой вот кашпо. Закрытая система. Внизу у меня лечуза дейропон. То есть, она сама по себе влагоёмкая. Наложила мха. И с посадки я как бы разложила, да, этот фикус на посадку. С добавлением, естественно, вы знаете, в чём он пришёл. Это его грунтик плюс мох. И вот таким образом полила очень хорошо. И он стоит у меня вот под такой вот крышечкой. Конечно, конечно, сейчас вид никакой, никакой. Это надо что-то потом придумать. Ребята, ну, я обязательно придумаю. Потому что у меня есть стеклянные аквариумы, небольшие, маленькие, средние, большие. В общем, это просто, знаете, полёт фантазии. Полёт фантазии. И когда я буду готова к этому, когда я где-то где-нибудь увижу, либо у меня это придёт что-то в голову, либо всё вместе смешается, я потом как забабахаю какую-нибудь красоту, и обязательно вам покажу. Лучше вместе мы с вами её забабахаем. Обязательно. Просто это нужно, опять-таки, время. Так, здесь у меня, здесь у меня стоят мои пепперошки. То есть это вот новинка, помните, приходила у меня с Валберис. Хорошо себя чувствует. Вот тут вот так у нас листочки. Вот так. Здесь у меня моя Сильвер, которая приходила. Так, сейчас, секундочку. А, это Бразил Металл. Это та самая пепперомия, которая у меня приходила от Насты. Читичко природы. Вот так вот я её посадила. Вот так. Ребята, помните, когда я на неё смотрела, сказала, что я сразу же знаю, куда её посажу. То есть я сделала ей посадку. Вот, первый раз пролила. Пока ещё не промывала. Сегодня как раз-то у меня день приборки. Обычно что я делаю? Что я делаю? Что я делаю с такими вот кашпо, да? Ну, я просто раз в недельку достаю. Нижняя просто протираю тёплой тряпочкой. Ну, слегка влажной тряпочкой. И заливаю снова водичку. Всё, больше ничего не делаю. Вот так же, в принципе, я со всеми остальными делаю. Все остальные – это пластик, а это стекло. Так, тут у меня чувствует мой. Я вот здесь его покупала, помните, одним-двумя листиками. У нас здесь в парабелле. Тоже хорошо себя чувствует. Тоже хочет, кстати, попить. Вот. Ну, и моя Росса. Росса – это вообще. Росса – это прям класс. Ну, и мой фикусёныш. Мой маленький фикусёныш. Вот такой вот. Вот так вот я его посадила. Странно, почему-то ещё пока листики не желтят. Не знаю почему, но не желтят пока листики. Такой-то он смешной. А ещё пока здесь мы с вами. Давайте уже посмотрим, как себя чувствуют мои локазии. Драгон, Сильвер Драгон. Смотрите, какой листик выпустила. Да, классный. Скоро… Блин, поливать надо. Ну, ничего, сейчас начну поливать. Так, потом. Господи. Бэби, бэби, бэби мой. Моя бэбичка тоже выпустила только новый листик в моих условиях. Вот ещё у нас листик идёт. Всё замечательно. Давайте посмотрим. Мы же можем посмотреть, как у нас тут… Чё у нас тут с корневой? Как у нас тут с корневой? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Вот, смотрите, всё хорошо. Всё хорошо. Не знаю. Ребят, для меня до сих пор загадка, что же было у меня с моей первой бомбиной, которая приходила у меня в том году. И которая просто за какие-то сутки… Её у меня не стало. Сутки двое. Ну, там уже всё было. Понятно. Так, ну, там у меня скальпром стоит, там у меня шкура дракона. Ну, самое интересное – это вот тут. Аллаказия Мишольца. Ребята, Аллаказия Мишольца. Пришла, которая у меня помятенькая. Вот, всё было с ней тяжело. Поставила я её в мох. То есть тепличка, да. Вот она раскручивает листик. То есть она пришла, листик у неё там проклёвывался. Теперь она его разворачивает. Если разворачивать, сил хватает. Всё замечательно. Всё хорошо с ней будет. Только посматривать надо. Вот она, моя пепперомия, которая арбузная. Слушайте, ну, это, конечно, какое-то, блин, недоразумение. Подскажите мне, пожалуйста, как вы за… Вот что вот мне вот с ней делать? Вот там у неё получается, смотрите, сколько на вот этих вот… Она ампельная, что ли, какая-то? Или что? Она ампельная? Ну, то есть все остальные, это совсем по-другому. Они растут, а это получается вот такая вот смешнючая. И у неё, на её… Знаете, сколько почек? Сколько почек, да? То есть они должны и дальше расти, развиваться. Она довольно-таки хорошо себя чувствует вот в этом контейнере. Хотя я вам не скажу, что я постоянно его там держу, там, закрытым. Иногда проветриваю. Да и, блин, вспомнила, подошла, открыла. Забыла закрыть, ну, значит, забыла закрыть. То есть вот таким вот образом, потому что с нами по себе аллаказии, которые у меня стоят, их вообще отсюда давным-давно можно уже вытащить. Мне уже щенки говорили, показывали, рассказывали, говорят, что ты там с ними нянькаешься, они уже взрослые, кстати, нужно полить. Вот надо полить, и, в принципе, можно подоставать. И вот здесь тоже жду-жду-жду второй листик, очень сильно хотелось бы, но корневая очень хорошая. Так что вот еще один фикусеныш у меня он там стоит. Так что я думаю, что и тот, и этот фикус можно будет. Видите, вот они вот такие вот маленькие листочки, конечно же, им нужно повышенная влажность. Вот так вот он себя чувствует, вот таким вот образом. Так что если высаживать потом, то, мне кажется, вот как-то их можно будет даже скомпоновать вместе и сделать какую-нибудь, знаете, композицию такую в круглом, красивом таком аквариуме, да, что-то типа флорариума придумать из него, и чтобы там росло два вида вот таких вот маленьких фикусятов. Почему нет даже? Ну и здесь мой, конечно же, слон. Как же без моего розового слона? Вот так чувствует моя винирина мухоловка. Да вроде бы с ней все хорошо. Сегодня, кстати, тоже полив. Надо будет полить. Знаете, как я делаю? Я как делаю? Сейчас вам покажу, как я делаю. Ну понятно, что у меня все остальные ящичники тоже водопой. Сейчас летом-то вообще нужно посматривать за ними. То есть я беру мне такой маленький пинцетик, я раз достала, вон туда водичку налила, раз поставила. Все, сверху я ничего не поливаю. Все. Вот так вот. А наливая водички, буквально, знаете, ну, чтобы было буквально сантиметр-два, не больше. Она выпивает, и дальше стоит недельку. Ну, потому что она еще маленькая. Зачем ей много? Вот так вот у меня мой слоник. Ребят, похоже, видео получилось опять большим. Ну, знаете, в конце хочу показать вам, как зацвела моя орхидея, которая была безымяшка. Которая была безымяшка. Это первое ее домашнее цветение. И я очень рада, что она у меня зацвела именно так. Пойдемте, покажу. И на этом будем заканчивать. Но сначала, сначала хотела показать вам, как выглядят мои все башмачки. Здесь Людмилины, которые приходили ко мне с уазицами си Смит, и которые вчера мы с вами вместе пересаживали. Вот так я их поставила. Смотрите, как они смотрятся. Я думаю, очень даже, очень даже гармонично. Как вы думаете? Так, а также у меня, посмотрите, какой классный цветонос у моей санцевери. Классный, классный. Я, когда ее перемещала с этой вот этой подставки туда-сюда, туда-сюда, я поняла, что у нее там, в общем, горшок вот этот, который, его распирает вообще полностью. Я подумала, надо делать посадку. Я уже подготовилась. Вот такой вот у меня, конечно, квадро большое. В него все отлично встанет. Все великолепно. Мало того, эта полочка, она же раздвигается, вот эта квадратная подставка. Я думаю, на нее вот этот квадро встанет вообще великолепно. Но, опять-таки, без вас я это делать не буду. Будем делать это вместе. Так, тут у меня окошко, окошко, окошко. Вы в курсе, что это за окошко? Вот. А вот она, моя безымняшка. Вот она, моя девочка. Вот она. Ребята, белая орхидея, это, это самая красивая орхидея, которая есть вообще на белом свете. Пускай, они там бывают всякие разные, сортовые, не сортовые. Пускай, пускай, но белая, согласитесь, это самое-самое, самое классное. Давайте еще вот с этой стороны на нее посмотрим. Боже мой, боже мой, вот это вот только сегодня ночью получается. Она распустилась до конца, она еще свои лепестки не открыла. Вот такая. Вот такая красота. Все, ребят, я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. Желаю вам прекрасных выходных. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok